Он никогда, вот в остаток своих дней, никогда более не будет терпеть убытка и поражение. Никогда более не проиграет. То есть, вот это состояние верующего, с точки зрения широты земных возможностей рас, именно широты, их невероятно много уже на земле. Но земля все равно для него ограничена своими физическими законами, потому что человек верующий, он видит не только земную жизнь, но и вечную. И вот эта вечная, даже когда та же самая книга «Потусторонние миры», мы, иншалу, на следующий день ее презентуем, по ней поговорим. Вопрос вечности, вопрос райской обители, вопрос из тех масштабов небезграничных просто-напросто пространств и возможностей, которые в райской обители, когда человек это понимает верующий, для него земная жизнь становится чем-то очень-очень маленьким, как тюрьма по сравнению с тем безграничным, что есть в вечности. Поэтому, получается, там-то безгранично, а здесь, ну, срок 50-60 лет и так далее. Вот в этом смысле уже совсем все по-другому звучит. Так вот, те три вопроса, получив которые, отвечая на которые, в основном, я сказал о том, что прочитайте книгу «Женщины и ислам». Я вам зачитаю эти вопросы, и тем самым, я думаю, некая выстроится дорожка к тому, чтобы стоит, именно стоит, и многое преобразится в лучшую сторону, и эмоционально, и вообще в мироощущении, если человек дисциплинирует себя, прочитает книгу «Женщины и ислам» и многое для себя откроет. Первый вопрос, в ответ на который я посоветовал прочитать эту книгу. Вопрос. Так как мой муж считает необходимостью носить платок, я ношу его. Но это, мягко говоря, меня уродует, на то он и придуман, чтобы не привлекать взгляды других мужчин. Вообще оригинально. Я какое-то время назад, здесь в ответе это сказано, сколько там, 2 года прошло или 3. Были с детьми в Турции, но я думаю, что выбор в Стамбуле или в Анкаре намного больше. Мы были в Анталии и бывают сети магазинов, именно модных магазинов мусульманской одежды. Очень красивые, изящные штучки бывают, вещи, одежда, элементы одежды. И в том числе, чтобы купаться на море, купальник для взрослых женщин соответствующий. Даже для маленьких девочек, для которых еще не обязательно аурат прикрывать полностью. Он настолько красивый такой. Не то, чтобы все тело закрывает. По-моему, даже называется, что такое адаб или что такое воспитанность. Красиво такое название. Но так красиво сделан этот. То есть некая уже с детства вот эта культура и красоты, и в том числе определенного воспитания. Так вот, когда мы выбирали, супруг говорит, в Москве такого особого. Может сейчас выбор есть, я не знаю, нету, выберем. Платков именно из натурального шелка, такие прекрасные платки – это просто что-то невероятное. Я, конечно, устал ждать. Тем более еще с четырьмя детьми, каждый из них что-то дергает, или что-то пихает, или что-то берет, или что-то несет. Нам нужно с четырьмя справляться, пока супруга выберет несколько платков. Но на самом деле, реально, настолько бывают красивые вещи. В данном случае красивые платки. И вот эта женщина, конечно, говорит. Но она, может быть, посмотрела какой-нибудь фильм с советских времен, когда один платок, Манюша или Матреша. Или сказки какие-нибудь про Иванышку-дурачка, тоже в платочке. Такие ассоциации здесь интересны, но есть другая грань. Я почему даже посоветовал книгу «Женщины и ислам» почитать. Нужно реально человеку по-другому на многие вещи посмотреть и просто встряхнуть себя, и чтобы некоторые те же самые шестеренки в голове не просто начали двигаться, чтобы начали думать, начали анализировать. Потому что при таком подходе у них взаимопонимания в семье вообще никакое. Потому что письмо звучит так, как мой муж считает необходимостью носить платок, я ношу его, но это, мягко говоря, меня уродует. На то он и придуман, чтобы не привлекать взгляды других мужчин. Я не знаю. Мне даже в какой степени, моя супруга больше в платке нравится. То есть, именно когда в платке, именно по-мусульмански, если одеты и платки, реально со вкусом, если одеты, очень красиво выглядит. Она говорит, наоборот, не привлекать взгляды других мужчин. Не знаю. Мужу, даже реально, если, например, по крайней мере, я не знаю. Я не думаю, что это такое прямо-таки самовнушение, но даже некоторые бывают каталоги мусульманской одежды, или где ты даже сталкиваешься. Если именно умеют повязать платок, умеют одеться, это очень красиво выглядит, очень эффектно выглядит. Но в данном случае она говорит, мужу в платке я тоже не особо привлекательна. При мне он часто восхищается другими женщинами, которые одеты, как обычно, а не, как я, как монашка. Мужчина тоже обычный человек. Он же не знает, что у него в голове. Она ему об этом не говорит. Он-то ей что-то рассказывает, другое, третье, а ее это обижает. Я понимаю, что глупо, но мне очень обидно, когда при мне он восхищается кем-то, в то время, как мне никаких комплиментов не делает. Я же ради него платок ношу. Иногда так хочется сжечь все платки и купить мини-юбки. Представьте, какой конфликт в голове у женщины. Через какое-то время это уже может быть психическое заболевание просто, если вот так все, настолько все вверх ногами. Она живет в одних условиях, а хочется на других условиях. Как быть в такой ситуации? Да слез обидно, говорит, может у вас есть какая-то статья по этому поводу или проповедь, которую я могу дать ему послушать, чтобы понял, так делать нельзя. Ответ. Советую вам приобрести две в моей книге «Женщины Ислам». Почему две? Обязательно. Мужу давайте почитать, обязательно. Они вообще друг друга не понимают. Почитав одну и ту же книгу вдвоем, многие вещи для себя раскрыв, тем более и муж увидит с точки зрения женских вопросов. Каковы женщины? Он и женщина кого знает? Бабушку знает? Маму знает? Вот жену узнал, да? Он даже особо получается женскую психологию таковую. Что там в женской голове происходит и творится, он даже не понимает. А женщина Ислама, почитав книгу, у нее хоть какое-то представление будет, что там в голове у женщин. И у нее, в том числе, будет представление, что же в жизни других женщин вообще происходит. Советую вам приобрести две мои книги «Женщины Ислам». Первую подарите ему, вторую прочитайте самостоятельно. Прочитав, у вас появятся общие темы для разговора и общие взгляды на происходящее вокруг. А это очень важно в семье. Общая тема для разговора. Поделитесь с мужем вашими переживаниями. Ну, уже когда почитаете. Поделитесь с мужем вашими переживаниями. И в результате прочтения книги, думаю, они, то есть переживания, будут понятны и проанализированы адекватно. Но, что касается «уроду» , то советовал бы обратить внимание на каталоги модных турецких домов мусульманской женской одежды. Плотки бывают очень разными и повязывать их можно по-разному. При умелой подборке гардероба вы можете стать просто суперпривлекательной. Я тут хотел, когда ехал на велосипеде, хотел еще добавить, но это больше по-мужски звучало, поэтому здесь точку поставил. Что бы добавилось еще по-мужски, с точки зрения мужской психологии? При умелой подборке гардероба вы можете стать просто суперпривлекательной. Не только для своего мужа. Здесь один аналогичный вопрос был, который тоже я посоветовал книгу «Женщины и ислам», почитайте. Но он такой, как нужно одеваться при родственниках, что можно открыть, что можно закрыть, какая длина рукава, какая длина юбки. Нельзя ведь при отце мужа ходить в обтягивающих джинсах и прозрачной майке или мини-юбке? Ответьте, пожалуйста, подробно. Одежда должна соответствовать нормам морали и приличия, а что касается всего остального, то прочитайте мою книгу «Женщины и ислам». Она вас вооружит по знаниями, практически по всем возможным жизненным ситуациям. И еще последнее. Одно большое письмо, я постараюсь его сократить в процессе. Большое письмо и почему по результату чтения или прослушивания этого письма. Я тоже рекомендовал в первую очередь этой женщине почитать книгу «Женщины и ислам», потому что, во-первых, ситуация довольно сложная. Сложная с точки зрения порой встречающейся очень такой непорядочности современных мужчин или необязательности. Может быть, она была всегда, и уж я не знаю, но, к сожалению, часто это происходит в современных реалиях, по крайней мере, с писем это бывает видно. И здесь тоже некий такой переход одно, другое, третье этапы. Но в то же время здесь в конце письма присутствует такая зажатость. И это, я считаю, очень неправильным. Не то, чтобы там должна быть всенозволенность, не в этом смысле, нет. Но должна быть свобода. Свобода и в сознании, и в душе ощущение вот этой вот. Свобода, оно должно присутствовать. И свобода, в том числе, пред Богом. А у людей очень часто бывает зажатость пред Богом, что, конечно же, никак не в их пользу. И с точки зрения реализации своего духовного потенциала однозначно не в пользу. Поэтому, как раз, этой женщине тоже посоветовал книгу «Женщины и ислам» прочитать, да, просто-напросто немножко открыть глаза свои на происходящее. Ну, вот кратенькая ее история. И это на сегодня уже последняя. Мы с супругом религиозно практикующие мусульмане. Ну, то есть пост, обязательная молитва и так далее. Атрибуты различного рода. В 2005 году вместе совершили хадж – паломничество. Очень тоже хорошо, когда муж с женой вместе отправляется в хадж. Очень. Очень.